Ребята, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, саламу алейкум, меня зовут Нилу, если вдруг увидите меня впервые, то мы со всей большой семьей год назад переехали жить в Турцию, и мы сегодня отмечаем Курбан-Байрам в Стамбуле. Ребята, поздравляю искренне каждого из вас с этим замечательным праздником, пусть и вышли примет от нас и от вас, и хочу, чтобы вы его провели максимально интересно в кругу своей семьи, в кругу своих близких, и этот день запомнился вам надолго. Вот, а мы с вами сейчас уже приступим к столу, будем накрывать на стол, у нас будут гости, уже через буквально где-то 2 часа, иншалла, приедут. А я желаю вам приятного просмотра, добро улыбок и море позитива, поэтому оставайтесь с нами. Банкончик мы тоже откроем, пожалуй, чтобы был свежий воздух. Кстати, я вынесла сюда это растение, как, мне кажется, красиво смотрится, да? Мама поздравила нас, подарила шоколадки, конфетки. С утра сладкое, настроение хорошее, и значит день пройдет на ура, иншалла, конечно. Яна немножечко переместилась за кадром, и начинается у нас один из самых интересных процессов, это, конечно же, раскладывание еды по тарелкам. Я очень сильно люблю этот процесс, и он невероятно интересен для меня, потому что нужно открывать новые упаковки, нужно раскладывать все красиво, по красивым посудам. Это восхитительно. Я вам демонстрирую сейчас рахат луком, который мы купили, они очень вкусными оказались. И сейчас я решила, что в одну конфетницу я сверху положу конфеты, а снизу будет рахат луком, потому что у нас стол, ну, как бы, относительно большой, но в то же время не такой уж и большой, потому что он рассчитан на восьмерых людей, а гостей мы ждем, иншалла, намного больше. А еще мы планировали вообще в целом использовать три конфетницы, но когда мы уже начали раскладывать все по местам, мы поняли, что нет, это будет уже очень много, потому что нам хватает места только на две конфетницы, плюс у нас еще должен быть торт посередине. С одной конфетницы передвигаемся на другую, сейчас я прикладываю печенье, которое приготовила сестра, это шоколадное печенье с белым шоколадом. Как видите, под прошлым видеороликом у меня спросили рецепт печеньев, ребята, скажу так, что все, что вы увидите сегодня на столе, будут рецепты только не у меня на канале, а на канале сестры. Вот, в описании к этому видеоролику я оставлю ссылку на ее канал, переходите, посмотрите, у нее очень-очень много интересного, полезного, и знаете, мне что нравится? Тем, что там все очень легко объясняется, и по граммам все точь-в-точь указано, это невероятно круто, я считаю. Поэтому тоже посмотрите и найдете все рецепты, иншалу, у нее на канале. А сейчас мы переходим с вами плавненько на второй этаж, на нижний, точнее, этап, и я туда прикладываю печенье, которое мы покупали в магазине. Они очень вкусные, мы их часто покупаем, особенно с кокосом, это очень вкусно. Обязательно попробуйте, если вы живете в Стамбуле. В Турции любят пить чай бесконечно, и, конечно же, к ним должен прилагаться какой-то десерт, поэтому у нас достаточно много сладостей. И еще мы купили вот такие вот печенья, они достаточно такие популярные, я бы сказала, их кушают, пьют с чаем. Вот, сейчас я буду их раскладывать. Они не сладкие, с кунжутом, и немножечко такие песочные. Я вам еще и покажу. И раскладываю трубочки по тарелке, они очень сладкие, согласитесь. Друзья мои, мы уже начали накрывать на стол. Первым делом, конечно же, мы начинаем с улета. Это в нашем случае кульча, приготовила мама с сестрой. Если вдруг вы не смотрели предыдущие видеоролики с подготовкой к Курбан-Байраму, то обязательно посмотрите, ссылку оставлю внизу. Переходите, посмотрите, там получилось тоже неплохо, интересные видеоролики. Вот, и я вам показывала, что мы готовили. Куда же без тарелок, правильно? Потому что для того, чтобы гостям было удобно есть, нужно тарелки. Я, пожалуй, поставлю общую тарелку и десертную, потому что у нас много десерта сегодня, в основном все это сладенькое. Так как у нас количество стульев 8 штучек, я поставлю 8 тарелок, тогда еще и принесу дополнительные. Вдруг, если, то вообще в плане, в гостях у нас будет, гостей должно быть много. Посмотрим, кому не хватит, тому добавим, принесем. Так, я уберу хлеб в сторонку и принесу еще одесятную тарелку. Посередине, пожалуй, я поставлю тортик маме, который готовила маму. Самая главная глава Достархана присутствует, это хлеб. Это действительно так, у нас всегда начинается трапеза, да и в целом, когда мы что-то накрываем Достархан, то у нас первым делом мы кладем хлеб, и он обязательно должен присутствовать, вне зависимости от того, кушаете вы или нет. Вот, потому что бывают гости, которые кушают, даже если вы не кушаете. Вот так вот. На этот раз мама приготовила немножечко другой торт, и начинка была там абсолютно другая, но она была невероятно вкусная. И, к счастью, всем гостям понравилось, и половины, больше, чем половины, уже нет. Вот, на момент озвучки этого видеоролика. Напишите в комментариях, пожалуйста, о том, как вы провели свой первый день праздника. Вы знаете, праздник продолжается, и у нас в Стамбуле пять дней бесплатный транспорт. Возможно, мы завтра уже пойдем гулять, но сегодня был первый день, и мы встречали гостей. Вот, наготовили всего, очень много вкусного. Возможно, иншалам, мы уже с завтрашнего дня начнем гулять, но я уже сказала, что бесплатный транспорт, это означает, что очень много людей будет. Учитывая то, что в Стамбуле достаточно много людей, много туристов само по себе, но когда бесплатно, то выходят абсолютно все. В прошлый раз мы тоже вышли, поехали на пикник, в Пентик, на набережную. Если вы не смотрели прошлый видеоролик, то я оставляю обязательно ссылку в описании к этому видеоролику. Заходите и смотрите. От нашей станции, то Пентика, две станции включительно, точнее, три станции включительно, нашу станцию и Пентика, а между ними только одна станция, и нам нужно, в общем, проехать одну станцию. Но людей было настолько много, что мы вообще еле влезли в латрейн. Я даже боюсь, что творилось вообще в метро, но посмотрим, иншалам. Я, конечно же, вас буду уведомлять обо всем, вы будете сами быть в курсе дела. Если вы хотите чаще видеть меня, то, пожалуйста, приходите по ссылке в описании на мой инстаграм. У меня постоянно, альхамдулля, хотя бы там есть сторисы, там я более-менее активная. Вот, советую подписаться на инстаграм. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы с вами только что закончили со столом, практически мы уже всё поставили. Осталось только нарезать арбуз и ещё добавить напитки. Я забыла про стаканы, только что я сказала о напитках и вспомнила про стаканы, и хорошо, что я это вспомнила. Так что я сейчас вам хочу быстренько, наглядно показать вообще, что мы приготовили. Вдруг, если вы не видели предыдущие видеоролики, давайте я вам покажу сейчас. Друзья мои, куда же без хлеба? Я всегда говорю, что хлеб всему голова, и он у нас должен присутствовать обязательно на столе. Это у нас кульча с кунжутами, приготовили мама с сестрой. Они получились очень-очень красивыми. Так как мы живём в Турции, грех обойтись без рахат лукума, поэтому мы купили три вида. Честно сказать, я не знаю, с чем вот эти вот, но они очень-очень вкусные, и вот эти вот очень вкусные. Эти мне не совсем понравились, хотя на самом деле рахат лукум я не совсем люблю, но эти вот, мне они очень понравились. В общем, а это у нас, я так и не могу запомнить, как их правильно называть, либо чагалдак сладкий, либо баурсаки, ну в общем, простите, мы приготовили вот такой вот, а не сладкий. А также, конечно же, великолепный чак-чак от моей мамы, она готовит очень-очень вкусно чак-чак, поэтому чак-чак у нас обязательно должен присутствовать. Здесь у нас нарезка к блюда, потому что у нас готовится шурпа, а это у нас салатик, который приготовила сестры. По идее, должна была готовить я, но приготовила сестра. Это салат с баклажанами, баклажаны получаются хрустящими, а сверху у нас получается, это у нас, по-моему, там ничего есть соевый соус есть, если не ошибаюсь, у него на канале есть рецепты. Это у нас сузме, моцарелла, вроде бы на русский. Идем далее, это у нас тулумба татласа, это как чуроск, но немножечко такой в маленьких размерах. Идем дальше, приготовила мама тортик, вот так вот выглядит. И практически то же самое повторяется, да, вот здесь я хочу показать вам сладости, печенье, печенье, например, снизу будет курабье. Курабье у нас есть с молочной, молочной, молочной печенье, а дальше есть кокосовый, вот эти вот готовила сестра. Скоро должен выйти рецепт, возможно, у нее уже на канале есть рецепт, не знаю, нужно посмотреть. Вот, и вот эти вот печенье, они, знаете, здесь в торте популярные, они не сладкие, их пьют с чаем, и они очень мне понравились. Это как семит, но немножечко такой рассыпчатый, ну вкусный, в общем. А также, конечно же, куда без цветов, без растений, дабы добавить какой-то вид, мы всегда добавляем цветочки, растения всякие, красивые. Конечно же, салфетка, приборы, все практически есть. Сейчас я добавлю еще все остальное, и мы с вами продолжим. С праздником, скажи. Сегодня праздник. С праздником. С праздником. С праздником. Спасибо, я тебя с праздником. У нас, смотрите, здесь кипит шурпа, мама готовит у нас шурбо, выглядит очень аппетитно. Будем сегодня пить шурбо, и скоро должны уже гости подъехать, ждем, и будем кушать. Выключим. Нухам, отвернулся, принес напиточки. Нухам, нет. Все сегодня разъезжаются, разъезжаются, в основном только уезжают в деревню. Окей. Иди дверь открывай. Хай ты, отчетки. Так, помогай. Мухаммад помогает нам. Сделай, не, сейчас все упадет. По три штучки поставь. Где? Сюрэ, учти, а на кой? Сюрэ, учти, а на кой? Здесь у нас четыре мужчины сидят за столом. Всем привет, всем ассаламу алейкум. Всем привет, ребята. Привет. Сегодня у нас великий праздник. Поздравляем вас с праздником. И желаю, чтобы вы и ваши гости не наелись. И желаю вам счастья, кто пришел. Пусть ваши молитвы будут услышаны. Аминь. Шер, вот здесь у нас тоже хочет вас поздравить. Да, ты можешь, Мухаммад, продолжить трапезу. Сегодня у нас Курбан-Байрам. Великий праздник. Всех мусульман от всей души поздравляю. Пусть все ваши молитвы будут услышаны. Аминь. Вот, аминь. И тебя поздравляем. И маленького имбрачонка тоже поздравляем, да? Вообще в шоке сидит. Вон, тупьет. Все, тогда приятного аппетита. А, ладно, уже пошел. Сегодня уже Шерзот сходил на намаз праздничный. Говорит, что очень много людей было в мечетях. И вчера Шерзоту, кстати, подарили его друзья набор шоколадок, набор конфет. Поэтому сегодня его очередь отнести и угостить всех своих друзей нашими традиционными сладостями. Узбекскими, таджикскими, татарскими, там еще. Ладно, тогда, я еще раз отдай. Мы уже сели кушать. И сейчас, так как с нами находится Мухаммад, я бы хотела ему задать пару вопросов, которые интересуют, возможно, многих людей. Мы год уже, как вы знаете, мы год уже живем в Стамбуле. И мы пробовали много здесь сладостей, еды турецкой. И какая вот твоя самая любимая еда, уличная еда, возможно, в Турции? Или же... Ну, да, вообще еда в целом. Может, это может быть даже фастфуд, не знаю, что угодно. Вот что ты любишь больше всего из турецкой кухни? Да, мне... Чкёвтэ. Чкёвтэ? Да. А, ему чкёвтэ нравится. Все, боже, ничего не ныть? Боже, все, что... Знаете почему? Потому что, когда после тренировки возвращаешься в такой потный душ, принимаешь и идешь в холодильник, открываешь холодильник, там чкёвтэ лежит. Берешь лаваш, туда намазываешь это мясо и ешь такой острый и с молоком. А чкёвтэ, это, чтобы вы понимали, это котлета готовится на основе булгуры с острыми специями. Вот. Раньше готовились с мясом, в перемешку с мясом и с булгуром, но с некоторого момента запретили в Турции продавать именно такой вид, потому что многие отравились после этого. Чкёвтэ мы, когда приехали, тоже очень-очень сильно любила, но сейчас мы кушали, когда попробовала адану, когда я попробовала уж какие-то другие блюда, я поняла, что есть очень-очень много вкусного. Когда вы начнёте пробовать в турецкой кухне, то вам будут нравиться абсолютно все блюда, хотя у всех всё по-разному. А из-за сладостей что тебе нравится? Я не ем сладкое. Брёт. Колу пил только что. Вот баклава, не знаю, вот это, рогатлу, кумич, какие сладости пробовали? Разные же? Мороженое турецкое. Я не пробовал сладких турецких. То есть и десерты. Ты же торт пробовал, кстати, здесь. Турецкий торт, они же другие? Американские. Это не американские, это разные, они отличаются. Вот российские, они же отличаются, они совершенно другие, а вот здесь в Турции они другие. Потому что, допустим, если там есть сгущенка, то здесь готовят крем, некоторые крема по-другому. А какое? У тебя вообще не знаешь, какие сладости? Мне нравится подача. Подача чего? Тортов. Там какие-то там, какие-то там сверху какие-то посыпки разные странные. Даже пишут что-то, изображают что-то. Вот это мне нравится. То есть декор, да? Да. Декор. Ну понятно. А вкус не очень. А вкус не очень? Ну вот, мы в прошлый раз, когда мы пошли, купили здесь постаны, есть бурак. У них хорошие, вкусные. Есть еще внизу, мы где-то покупали. Ну, понятное дело, это зависит от кондитерской. Но там, где вот бурак, советую покупать, там очень вкусно. Думаю, на этом вопрос. А, я по-моему уже отвечала вам, что я люблю из турецкой кухни. Это адена. Адена. Если не знаете, что это, то посмотрите мои предыдущие видеоролики. Там вы узнаете, что это такое, я вам показывала. Вот, а из сладостей, из сладости что есть? Я даже не помню. Из сладостей, а, из сладостей поча. Поча тебе не нравится, что ли? Нет, это не сладости. Ну, это как булочка. Ну, это булочка. Ну, это булочка, это булочка. Ну, это булочка, она сладкая же. Ну, это сладость получается. Нет, это булочка. Ну, выпечка, ладно. Из выпечки что тебе нравится? Из выпечки мне нравится новоиспеченный хлеб, который лежит один день. И он смягчается, да, смягчается, и из него приятно делать тост. Ну вот, Мухаммад у нас любит готовить тосты, делает он вкусно. Ну, в общем, нам приятного аппетита. Это все, что я хотела узнать. Юсуп, а тебе что нравится? Я люблю торт. Я люблю торт, говорит. Ну, конечно. Бабушкин торт, да? Они вкусные, да? Ребята, к нам приехали наши гости. А это наш Мухаммад, самый маленький, да? Всем привет! Всем привет! Всем привет! Он меня боится. Мухаммад! Нобель! 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 Какой сладенький, какой сладенький. Смотрите, какой. Кудряшка. Прям как турки. Турок, да? К сестре пойдешь? К Фирузе пойдешь? К Фирузе пойдешь? Видите, что принесли нам наши гости? Это трайфлы, как я поняла, как мне подсказали. Смотрите, какие они аппетитные. Сейчас будем пробовать. Говорят, там есть все. Сейчас будем кушать. Так что, сейчас я буду пробовать. Какие помощницы. Какие помощницы. Лон, наберя укладку. Набери! Лома! Какой хороший. Его можно конфеточками подкупить, да? Ага. А, ты чего? Ты же не съел. Вот этот? Блума? Я хочу открыть это. Открыть? 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 Еще это есть. Окей. А ты не залюбишь конфеты? Да? Нет? Почему? Я их конфеты не люблю. Ааа. Ну-ка. Я люблю хотя бы вот этот кушать. Там гелоз. Вишня? Да. Ну, еще. Что ты хочешь? Это? 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 Это не хочется. Вот кушайте. Вسمюля. Очень вкусно. Эли, эли иниза саула. Получилось очень вкусно. Всем приятного аппетита! В описании к этому видеоролику, да вообще в целом загляните туда, там очень много будет интересных ссылок, можете перейти, посмотреть очень много видеороликов, а мы с вами встретимся совсем-совсем скоро, не шалат, поэтому включайте свои уведомления, колокольчики, пока!